Евгения Лещук и Василий Абрамочкин были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в апреле текущего года. Заместитель начальника службы инженерных сетей МУБЖЭК и начальника участка ливневой канализации того же предприятия обвиняются в получении взятки. Как полагает следствие, за 100 тысяч рублей Лещук и Абрамочкин согласились помочь одному из тверских застройщиков решить вопрос с подключением к ливневке нового объекта. Оба фигуранта были взяты с поличным и оба, тем не менее, целиком и полностью отрицают свою вину, о чем в очередной раз заявили в суде. По мнению адвоката Николая Сапожникова, представляющего интересы Василия Абрамочкина, обвинение в адрес его клиента сформулировано некорректно. По обвинению описывается, что в рамках сговора между подсудимыми он не должен был совершать определенных действий, однако в дальнейшем в тексте обвинения описание на какие-то его фактические либо действия, либо бездействия отсутствует. Мы в некой степени даже усматриваем в этом нарушение его права на защиту, потому что фактически не совсем понятно, от чего человек должен защищаться. К слову, несмотря на одинаковые обвинения, мера пресечения фигурантом уголовного дела избрана разная. Лещук помещена под домашний арест. Абрамочкин с апреля текущего года находится в СИЗО. Адвокат Сапожников ходатайствовал об освобождении своего подзащитного из-под стражи. В данной ситуации домашний арест мог бы обеспечить все интересы как правосудия, так и интересы уголовного судопроизводства, интересы обвинения, на что ссылается прокурор. То есть самое обстоятельство, что никто не мог оказать давление на еще недопрошенных свидетелей. Закон уголовно-процессуальный таков, что он может позволять суду установить достаточно жесткий круг ограничений при пребывании на домашнем аресте обвиняемого, либо подсудимого. Соответственно, что все эти интересы будут обеспечены. Суд с доводами защиты не согласился и продлил Абрамочкину срок содержания под стражей на три месяца. Следующее заседание по делу о взяточничестве МУБЖЕК намечено на 24 сентября. Планируется допросить Евгению Лещук. Об этом ходатайствовала сама подсудимая и нескольких свидетелей, в том числе и директора муниципального предприятия Богдана Лецина. Денис Ренов, Илья Харитонов, ТВ Тверь. Денис Ренов, Илья Харитонов.